Всем доброго времени суток, с вами Рисон Роуз, и мы вернулись в симулятор мамы, вернулись не то чтобы вынужденно, но I hate this game у меня сломался, я так и не смогла пройти экстра уровни, потому что в первом экстра уровне нужно создать какой-то файл и поместить его в корень папки в игре, и тогда можно пройти уровень, я перепробовала вообще все, вообще все, ничего не работает, но тут я вспомнила, что был уже симулятор мамы, в котором мы с вами выживание не попробовали, то есть бесконечный режим. Я мне кажется проживу сейчас ровно минуту, потому что я уже ничего не помню, я даже не помню управление, итак началось, так помыть, нужно помыть соску, то есть мне нужно это делать бесконечно, бесконечно от мамы просто, кормить ребятку, убирать за ним, мама твоя не очень хорошо справляется, мама твоя что-то в загуле была немножко, пока малыш меня не особо достает, но зачем-то он выплюнул свою же соску, я не знаю, такое ощущение, что он их ест, я их все время теряю просто, когда что-то происходит, типа, когда даю ему соску, в следующий раз она пропадает, как будто он ее сожрал до этого, на, кушай, опять подгузник, ты даже не ел, я не понимаю, чем тебя мама кормит, может стоит пересмотреть твое питание, я потому что, ну явно что-то не то, правильно, так же быть не должно, в доме, кстати, сральник, вы знаете, я обратила на это внимание, мне нужно будет пропылесосить, я могу сейчас этим заняться, ну очки позарабатываю заодно, а почему подгузник нельзя так же, мне кажется, что подгузник можно в пылесос засунуть, почему нет, мама голодная, а если еда закончится, как мама будет дальше, мама же без еды плохо будет справляться, я пока вещи закину, я думаю, что это пригодится, я пытаюсь сделать слишком много, то есть, от меня, от меня это не требуется, и я застряла, ну в общем-то, вот так и закончилось наше приключение, неплохо, ты знаешь, переиграем, переиграем, конечно, конечно, переиграем, я так понимаю, все будет происходить рандомно, правильно, то есть, будет рандомно появляться землетрясение и все такое, но хочет он одно и то же, на самом деле, это уже, ну, безусловно, очень радует, давай ты не будешь харкать в следующий раз ее, ладно, чтобы я потом не искала, ты думаешь, у нас бесконечный запас сосок, это неправда, это неправда, прикинь, сколько денег уходит этого маленького говнюка, если он каждый раз выкидывает соски, ты не знаешь, куда он их девает, ну, слушайте, не так все плохо, учитывая, что, ну да, мы хотим есть, но это не критично, просто вот если закончится еда, вот это критично, это критичная ситуация, знаете, даже в моей жизни, когда заканчивается еда, мне становится очень грустно, пока задания достаточно простенькие, но сейчас что-то точно произойдет, главным образом, я думаю, что у мамы просто закончится терпение, а если закончатся подгузники, закончатся предметы, такое же возможно, и что делать тогда? Когда все закончится? Грустить? А потом меня муж найдет, объевшуюся пончиками, плачущую в углу, покатаемся, ой, прости, я что, ударила тебя? Я этого не хотела, или хотела, то есть я даже в доме не успела убраться, в целом это не обязательно, я согласна, когда так много всего нужно делать, это не обязательно, пускай этим занимается муж, кстати, где он? Деньги зарабатывает? Следующий, опять соску, которую ты опять выплюнул, да сколько можно? Либо соси, либо не соси, все просто, хватит тебя заставлять туда-сюда бегать, мама что, твоя служанка, в конце концов? Этот робо-малыш сделан по подобию обычаев, мне кажется, самого бесящего ребенка на земле, насладись ей. Грустный такой, а мама твоя не грустная? Мама твоя тоже очень грустит, что-то хочешь? Что? Ты тупой? В смысле, вытащи меня из коляски, положи меня обратно в коляску? И что ты хочешь теперь? Ты обкакался? Ну, это почему-то, это же как бы не мои проблемы, нет? Ты же обкакался, вот и... Я так и не поняла, возможно, мой счет будет больше, если я пропылесошу еще параллельно, как считаете? Просто иначе это нелогично, я просто прохожу все на изи-пизе. Ну, давай тогда, ты подождешь, а я пока поубираюсь в квартире, чтобы побольше очков заработать. Я не знаю, помогло это чем-то или нет, но, во всяком случае, если что-то, то не стыдно будет подругу в гости позвать. Позвать ее под предлогом выпить кофе, а на самом деле сказать, ой, слушай, я отойду и бросить там ребенка на нее. А что это, если у подруги нет ребенка, что это, я одна должна страдать? Пусть тоже страдает. Не родила вовремя малыша, а мы сделаем вид, что, ну, скажем, ну, тебе же нужно учиться. А как ты планируешь детей заводить? Вот, на, тренируйся, и все. Мама может на чем-то другом-то сидеть? Еще как можно проголодаться за минуту? Еще какая ненасытная мама, за минуту она хочет кушать. Вот опять, вот опять, что за тупое желание из коляски в коляску положить? Ты что, идиот? Мне кажется, мне все-таки нужно и вещи все постирать, и помыть все, потому что, ну, вот тарелки я убрать не могу, потому что муж не удосужился купить мне посудомоечную машину. Она же должна ему намекнуть, что наш ребенок просто демон, можно, пожалуйста, мне, как бы, посудомоечную, мне некогда заниматься этим всем. Да почему ты роняешь бутылочки, криворукая мать? Криворукая мать, горе в семье. А ты что хочешь? Ой, я потеряла малыша, ого, какая, какая плохая мама. Так, и что? Я постирала все вещи, но как-то сам собой опять бардак появился в данной квартире. Мне здесь не нравится. Может, переедем? Мы выбрали плохой район, надо было не доверять этому риэлтору. Я пойду пока помою бутылочку, займусь этим заранее. Главное, чтобы не случилось никакого взрыва, переворота. Нет! Ух, хорошо. Нет! Нет! Ой, поймала прям в воздухе. Мама, надеюсь, не все пролила, но если что-то, то и на диете, если я пролила случайно. А зачем я это беру? Мне это сейчас не нужно. Или нужно? Ну-ка. Да я профессионал, я предугадываю его желание. Просто невыносимо. О-оу, я не успеваю. Я поняла, нужно выполнять как можно больше его желаний для того, чтобы сохранить время. Подгузни грязные, да? А мама сейчас как профессионал точно попадет в корзину, смотри. Изи вообще. На самом деле, я не была уверена, что попаду, я просто... Понимаешь, да, если у тебя получилось что-то клевое, не надо делать вид, что ты не ожидал, что так получится. Делай лицо, как будто так и планировалось. Я думаю, что он сейчас захочет бутылочку. Если это не так, то я заставлю его есть силой, понятно? Ты хочешь на кроватку. Ты хочешь на кроватку, а мама с голоду умирает. И как нам быть в данной ситуации? Нет, мама такая невнимательная. Сейчас цель прожить хотя бы пять минут. Пять минут побыть идеальной мамой просто. Скоростной идеальной мамой и прекрасной женой, потому что какая еще мама такая занятая будет пылесосить. Надо пора составлять счет на малыша, знаете. Все потерянные вещи потом... Вот он повзрослеет и сказать, будь любезен, пожалуйста. Отдай мне все, что я на тебя потратила. Слушайте, я в первый раз в жизни взяла малыша и не потащила его сажать голой попой в пустую ванную. Прям подготовилась в этот раз. Пойду-ка я приготовлю себе кофейку прямо сейчас. Прямо сейчас приготовлю, потому что сейчас как начнется землетрясение, а я чую, чую, понимаешь? Знала, а я ж знала. Ну вот я ж знала. А потому что да, а экстрасенс я. Ой! А, забирайте. Мне хорошо без тебя, малыш. Честно, честно. Мир полон таких интересных вещей. А из-за тебя я не могу их увидеть. Я держусь уже долго, но у меня всего 30 секунд. Бутылочка-то свалила от меня. Ой, еще ребенка забирают. Пацан, где бутылочка? Пожрать-то ты пожралась? А куда дел? Нет! Я почиряла бутылочку. Я реально не знаю, где она. Она просто испарилась. Почти пять минут. Сделай вид, что было пять минут. Просто когда начинается землетрясение, оно ломает мне все. Не люблю землетрясение. Хотя кто их любит? Покажи мне человек, который любит землетрясение. Я знаю, кто любит землетрясение. Вот этот ребенок. Точно любит. Потому что кто как не он может любить эту чушь? Ого! Времени-то все меньше. На, попей. В смысле? Ах ты ублюдок маленький. Ты маму что? Зачем подставляешь маму? Мама тебе что сделала? Мама что тебе сделала? О нет. Кажется, мама все. Мама все. Мама, мама, пожалуйста. Пусть не вылилось все. Мне он не будет это пить. Сориные его хищные глаза. С бутылочкой, мне кажется, худшая механика в этой игре. Как только ребенок хочет есть, все. Все, пиши пропало. Мне кажется, надо с более дальнего расстояния закидывать подгузник. Тогда будет очень классно все. Мне кажется, я просто забила на ребенка и хожу собираю вещи в квартире. Не, ну а что? Это тоже тактика. Тоже тактика. Отрицание того, что у меня есть ребенок. А что так много вещей-то из ниоткуда появилось? По-моему, я не справилась. Стирка это точно не мое. Хорошо, давайте просто не будем никакие вещи стирать. Я думаю, это не нужно. Абсолютно не нужно. Пускай сын сам постирает как-нибудь. Подрастет и потом постирает. Правильно, правильно. А мы что сейчас на это время будем свое тратить драгоценное? У мамы нет столько времени всей этой ерундой заниматься. Мама занятая женщина. Мне кажется, наша мама какая-то нервная. Она все так хватает. Типа, твою мать, гребаная бутылочка. Вот как-то вот так. Из-за этого все вокруг разлетается у нее. Все, все нормально. Просто надо выполнять его движение. Выполнять его движение что? Выполнять его желание надо. И все будет хорошо. Уже бы перестать хотеть кушать. Мама-то не всесильная. Мама-то уже все спать хочет. Мама-то вообще уже даже не видит, где твоя бутылочка была. Нет, серьезно? Я потеряла бутылочку. Не знаю, где она находится. Да заберите вы его с концами. Я не обязана его спасать. Он вообще мне не ребенок. Ну, насколько я понимаю. Это же робо-малыш, правильно? Ну, захоти что-нибудь другое. Ну, захоти, да? На, поешь. Господи, слюнями разбавишь. На. В чем проблема? Ну, ешь. Ну, наслаждайся. Нет? Блин, это достаточно сложно. Подлянская бутылочка. Нужна бутылочка на магнитах, если мама знает, что тут сплошное землетрясение повсюду. Нужно быть как бы предусмотрительной в таких вещах. А она что, каждый раз удивляется, как в первый раз, когда землетрясение? Я все заранее подготовила. Кроме стирки. Стиркой я и заниматься не буду. Это слишком тяжело. Слишком тяжело. Я просто не хочу. Маникюр недавно сделала. Так и скажем, если что. Ну, пойдем мыться, что уж. Ты знаешь, что твоя бутылочка сейчас куда-то улетела, которую я заранее подготовила? Я очень счастлива. А ты? Я только что, кажется, в твои же какашечки наступила, мы маленькие хорошенькие. Бутылочки нет. Кофе нет. Почему? В смысле? Ну, я же попила кофе прямо за секунду. Вот серьезно. Приходит землетрясение, и все мне поганит. Вот все мне поганит. Вот все мне поганит. Понимаешь? Я же себе и кофе уже сварила. И все сделала. Ну, вот как это возможно? Это же ведь нечестно. Разве так поступают с людьми? Особенно с молодыми мамами. У мамы так с нервами не в порядке. А вы еще землетрясение насылайте на нее. В самый неподходящий момент. Все, я сделаю все сейчас. Заранее. Ох, не дай бог землетрясение. Кажется, ребенок что-то загрустил у меня уже. Ну, что я могу поделать, малыш? Не мы такие, жизнь такая. Что, попадем? Нет, ну и ладно. Ничего страшного. Подумаешь, подгузник пусть поваляется. Я даже прям не переживаю за это. Нет, ну почему? Хотя, если что, бутылочка, то просто ее помыть надо. Но ничего критичного, в общем-то. Правильно. Еда же внутри уже в бутылочке есть. Просто бутылочка немножко грязная. Кофе, 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 кофе. На. Кофе, 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 кофе. Кофе немедленно. Опять как будто я не успела. Вот ровно за доли секунды. Не, ну ладно, на самом деле, мне этого было достаточно. Нет, это прикольный, конечно, режим. Просто приходится реально прям потеть. Потеть, чтобы здесь не умирать каждые три секунды. Если вы знаете какие-то похожие, крутые, забавные игрушки, обязательно пишите мне об этом здесь, либо в комментариях, либо предлагайте в предложке в группе ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Не забывайте, что у меня еще есть стримерский канал, где я провожу прямые эфиры. Два, три, четыре раза в неделю. Примерно где-то так. Вы ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Мы с вами увидимся в других роликах. С вами была Элисен Роуз. Это был симулятор мамы. Пока!